Способы хранения КАС-32 КАС-32 – это жидкое азотное удобрение с плотностью 1,32 г на кубический сантиметр. При изменении температуры плотность, а значит и объем жидкости, могут изменяться. Этот факт является крайне важным, поскольку емкости, предназначенные исключительно для хранения воды, могут не выдержать дополнительной нагрузки. Чтобы снизить риски вне зависимости от материала, рекомендуется заливать не более 80-90% от общего объема емкости. Полимерные эластичные резервуары, в разговорной речи также называемые «флекситанки», «грелки» или «агротанки» – это самый простой способ организации хранения и практически всегда самый выгодный с точки зрения цены за кубический метр. Производители предоставляют полный набор всего необходимого, включая насосы, шланги, мотопомпы и прочее. Все оборудование и соединительные элементы специально подобраны для работы с КАС-32. На рынке Молдовы уже много лет присутствуют производители с собственными представительствами, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретного хозяйства. Одним из главных преимуществ эластичных резервуаров является возможность быстро и малыми силами произвести установку. Всего за несколько часов, руководствуясь общедоступными видеоинструкциями и рекомендациями от производителя, можно установить емкость от 100 до 500 кубов, то есть до 600 тонн КАС-32. Особенно важно использовать защитную конструкцию с ограждением и подложкой от производителя емкости, которая гарантирует защиту от протечек. Помимо того, что КАС-32 – это дорогое удобрение, попадание в почву столь больших объемов загрязнит почву, грунтовые воды и ближайшие водоемы. В среднем емкость для хранения 300 тонн КАС-32 требует площадку со сторонами 32 на 20 метров, а емкость для хранения 600 тонн – площадку со сторонами 34 на 30 метров. Благодаря материалу, из которого производятся флекситанки, риск замерзания и кристаллизации КАС-32 значительно ниже, чем у металлических цистерн, однако он все равно присутствует. Поэтому даже в случае использования этих емкостей в длительные периоды низких температур необходимо проводить перемешивание при помощи насосных станций. При хранении КАС-32 в металлических емкостях важно помнить о том, что не допускается хранение жидкого удобрения в емкостях из черных и цветных металлов, поскольку он разъедает не только сам металл, но и соединительные узлы и уплотнители. Допускается использование нержавеющей стали, алюминия, емкостей с эмалированным покрытием. При использовании БУ-цистерн следует проявить особую осторожность, поскольку даже незначительные повреждения внутреннего покрытия могут привести к порче всей емкости. Как правило, металлические емкости находятся над землей, за счет чего в зимний период они быстрее промерзают. Это может привести к кристаллизации и загустению КАС-32, а в этом случае удобрение может оставаться замерзшим до лета, что недопустимо в контексте нормального управления хозяйством. При этом стоит напомнить, что при повышении температуры КАС-32 полностью восстанавливает свои свойства. Тем не менее, на заводах и на складах дистрибьюторских центров металлические емкости активно используются, поскольку это наиболее эффективный способ хранения больших объемов продукции. А при достаточных инвестициях и использовании подходящих материалов есть возможность снизить риск кристаллизации и расслоения КАС-32, а также автоматизировать процессы хранения, загрузки и контроля. Использование старых подземных хранилищ для воды или других жидкостей требует тщательной подготовки и осторожности. Категорически не допускается использование подобных емкостей без дополнительной подготовки. Присадки и примеси для бетона, используемые в коммерческих бассейнах, не подходят из-за агрессивных свойств КАС-32. Единственное решение – это покрытие внутренних стенок полимерной пленкой или другими специализированными материалами. Главная проблема – это высокий риск протечки, а также невозможность остановить ее без полного опустошения емкости. Поэтому рекомендуется ежедневная проверка уровня, а также наличие свободной емкости на случай непредвиденных обстоятельств. Как правило, при правильной подготовке таких емкостей к использованию они оказываются дороже и опаснее других способов хранения КАС-32. Пластиковые емкости для хранения КАС-32 используются только для небольших объемов и крайне редко для длительного хранения. Чаще всего это стандартные еврокубы объемом в одну тысячу литров. Еврокуб – это отличный способ начать работу с жидкими удобрениями вне зависимости от размера хозяйства, поскольку нет необходимости инвестировать в емкости для хранения, а общий принцип работы похож на работу с бигбегами. Как правило, крупные хозяйства в дальнейшем переходят на другие, более удобные и современные способы хранения, но для небольших фермеров это может быть отличным долгосрочным решением как для перевозки, так и для хранения КАС-32. Еврокубы просты в повседневной работе, их легко перевозить и передвигать, а также в холодные периоды они могут быть размещены в теплых складах. Еврохим. Эксперт в питании растений. Еврохим. Эксперт. 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 Э